Девушки отдыхают Девушки отдыхают И мы дали слово, и игроки дали слово, что они приведут за собой целую команду Так и случилось В синих шарфах справа от вас Замечательный игрок Даша Цуханова, 56-я гимназия Вот она привела разновозрастную сборную Там и восьмиклассники, и семиклассники, и шестиклассники Вот привела наших будущих звезд Даша Цуханова, 56-я гимназия Дети Вишневского Красные, красные, красные Даниил Кривицкий, капитан этой замечательной команды Это 46-я гимназия Гимназия имени Блеза Паскаля А поэтому Питомцы Паскаля Тоже Даниил привел Замечательную команду Там даже пятиклассники есть Итак, дети Вишневского против питомцев Паскаля На блеф игру Кто у вас самый быстрый Самый, ну, по-хорошему, нахальный И самый интуитивный Самая быстрая Даша А сколько у нас вообще Даш в команде? Две Это радует Хорошо, Даша, готовьтесь Даниил, у вас В нашей команде самой лучшей интуицией обладает Аня Итак, Даша против Ани Вперед! Ну что ж, удачи вам, дорогие мои Блеф игра, наша замечательная Донетка Я иногда говорю правду, иногда сочиняю Вам нужно это понять и правильно нажать кнопку Итак, внимание Верите ли вы, что многобожие – это язычество? Фальстарт, фальстарт у вас, Дашенька Только по старт-лайбе очень строго следит за этим Наш электронный судья У Анны есть шанс Верю Да, многобожие – это язычество Отлично, первые пять очков Верите ли вы, верите ли вы, что минус на минус в математике дает плюс? Аня? Да Конечно Верите ли вы, что на Луне тоже есть моря? Даша? Нет Дело в том, что темные участки лунной поверхности называются морями, хотя воды там нет Моря есть все-таки, теперь вы это знаете Хорошо? Верите ли вы, что звуки, издаваемые европейской рысью – это мяуканье? Даша? Нет Как? А что же еще делать рысе одной в лесу? Она грустная стоит Мяу, мяу Правда, она басовите это делает, и даже я не могу сравниться с простой европейской рысью И заканчиваем Верите ли вы, что у Буратино от вранья рос нос? Анна? Да У Пиноккио рос, а у Буратино не было такой особенности, он был хороший, честный мальчик Это итальянский Пиноккио, все время врал, врал и врал Итак, вот такая новая звездочка у нас зажглась Аня, 10 очков принесла команде питомцы Паскаля Дашенька вот, наверное, немножко испугалась и фальшстар допустила, но ее время еще придет Даша, я в вас верю, мы с вами еще увидимся 10-0, дуэль игра, вперед! Запишите расписание на сегодня Первый урок, урок истории Второй урок, урок математики Третий урок, география Четвертый урок, биология И на пятом мы с вами, дети, займемся литературой Записали А теперь у вас 5 секунд на то, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять Вперед! Время истекло Даша Цуканова Даниил Кривицкий Решили все Ну что ж, урок истории Даша, кто пойдет к доске? Даша Прекрасно Даша, так Даша Даниил у вас? Вершить историю этой игры будет Сергей Прекрасно Даша, против Сергея, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Даша, Сергей, я в вас верю Война Ланкастеров и Йорка в Англии Больше известна как война этих двух цветов Вы цветы назовите Кто-нибудь искните Не рискует бояться Ну, это широко известно даже тем, кто не учил историю соответствующих классов Алая и белая роза Теперь вы это знаете В Великом княжестве Литовском Поначалу балтийские племена В отличие от славян православных Придерживались этой религии Языческой Отлично! Молодец! Прекрасно, Даша, я в вас верю Наиболее известной из оборонительных сооружений Построенных в 13-14 веках Беларуси Это башня Прошу Стена Башня, я говорю, а вы стеной отвечаете Может, вы ответите Что же за башня такая? Крепость? Нет Белая вежа Беловежская Пуща от нее названа Играем дальше В 15 веке От набегов крымского ханства Страдали Вот эти Рубежи Великого княжества литовского А вот в какой стороне света находились? Север, юг, восток, запад Откуда шли злые татары? Юг Отлично! Это был юг! И заканчиваем Цивилизация ацтеков до прибытия европейцев Располагалась на территории нынешней североамериканской страны Что же за страна такая? Северной Америки Канада? Нет, чуть южнее Что там у нас? Ацтеки, где жили? Нет? Даша, не рискнула В принципе, там две страны вам осталось Только в Северной Америке Южнее Канады Молодец Герой Что ответил? Южнее Канады, США А еще южнее Мексика Именно на территории Мексики Молодец Жили эти самые ацтеки Итак, стараниями Даши С нуля детям Вишневского удалось съехать 5-15 Следующий бой Урок математики Урок математики Начинаем Даша, математик кто у вас? Игорь Ох Да На Перельмана похож Или на Эйнштейна А Даниил? Все секреты пошива пифагоровых штанов Знает у нас Егор Итак, Игорь против Егора Вперед Итак, задачка вам для начала Пешеход прошел 16 километров за 4 часа Найдите скорость пешехода Прошу 4 километра в час Абсолютно точный ответ Нулевым многочленом в алгебре называется число какое? Фальстарт, фальстарт у вас, Игорь У вас есть шанс? Ноль Конечно Вот видите Ангебра за 7 класс Играем Сейчас ищем корень Запишите уравнение 2х-4 равно 8 2х-4 равно 8 Ищем корень Икс равен 2 Нет, не 2, равен икс 2х-4 равно 8 Сколько? Икс равен 6 Отлично Икс равен 6 Ну и совсем просто Дроби Насколько меньше единицы Десятичная дробь 0,8 Фальстарт у вас едет Что же с вами делать? 0,8? Да Насколько меньше? На 2 десятых На 2 десятых, конечно Математик Рекорд сказал Никакие два предмета Не могут быть в большей степени равны Между собой Как две параллельные линии А какой математический знак он придумал? Прошу, Игорь Равно Отлично Знак равенства Отлично поиграли 15-30 Следующий урок Вперед География, Даша География, она знает Ира Хорошо Даниил, я слушаю вашу красивую подводку Что-то новое в области географии Попробует узнать Аня Итак, Ира против Ани Вперед Итак, урок географии Линия, которая разделяет два государства Называется Аня Граница Отлично Туннель под проливом Ла-Манш Соединяет две европейские страны Францию и... Великобританию Да Соединенное королевство Великобритании Северной Ирландии Браво Именно к этому океану Земли Относится Синее море Ира Атлантический Атлантический Анна, ваша версия Тихий Ребятушки На планете Земля Нет синего моря Теперь вы это знаете Закончим Самая северная Самая северная Хищная Млекопитающая Земной биосферы Это... Он Это фальстарт Анна Ира Самая северная Хищная Млекопитающая Кит Кит Хищный Опа Анна, а вот что бы вы ответили Если бы не влепили фальстарт Белый медведь Белый медведь, конечно Конечно же И Заканчиваем Здравствуйте 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 Подземные толчки И колебания Земной поверхности Это... Анна Землетрясение Великолепный ответ Да, все симпатии Студии на стороне А не маленькая Да удаленькая 20-40 Ну Ира тоже Что смогла То сделала А у нас следующий урок Вперед Дети Вишневского Против питомцев Паскаля 56-я Против 46-й Гимназии Страстики 5 Не шуточные Урок Биологии Биологию Буду учить я Отлично Данил Целую ночь Оля повторяла Строение клетки Думаю она не подведет Нашу команду Отлично Вперед тогда Даша Против Ольги Начнем биологию Чешуекрылые Насекомые Всем известны И многими Любимы За красоту И изящество А по другому Чешуекрылые Называются Бабочки Прекрасно Ну вот сейчас посмотрим Как Оля учила О строении клетки Перед делением клетки Они в ядре удваиваются Что там удваиваются то В ядре клетки Перед делением А на самом деле Это хромосомы Даша Ну что же вы Ведь знала Побоялась Больше уверенности Продолжаем Они возникли в воде Растут в воде И являются предками растений Водоросли Водоросли конечно Если растут в воде Так Эти представители Сумчатых Млекопитающих Распространены в Беларуси Где-то возле синего моря Они обитают Никакие Никаких нет конечно Откуда у нас сумчатые У нас сумчатые Только бабушки С базара идут Играем Плесневый гриб Пеницил Образует Этот антибиотик Пенициллин Прекрасный ответ 35-45 Разрыв сократился А у нас Последний урок Урок литературы Вперед Даша Кто у вас может Открыть Пушкина С закрытыми глазами Алиса 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 Где милофон Данил Пойду я Прекрасно Алиса против Даниила Вперед Урок литературы Начнем с белорусской Эта поэма Начинается так Помеж пусток Болот белорусской земли Нос берез жираки Шумно-теечной Да Гусляр Гусляр Нет Это поэма-легенда По мотивам Этой поэмы Песнярами была создана Ну Дремли Памятка Дион Что у нее быть Утекли Что ж там такое Дремли Да Ну Данил Что бы отвечал Курган Курган Сдерванелый Курган Вековечный Так Гуляй Прослушайте перечень Карлсон Буратино Том Сойер Кот в сапогах А кто из них Не ест иностранной литературы Буратино Буратино Его придумал наш Алексей Толстой Правда Пересказал сказку Карла Колоди Но Мальчик получился Совершенно другой Представляете Там у Колоди Башмаком Пиноккио Убивает Мудрого сверчка Не тому Не тому Учат детей Итальянские сказки Читайте наши Играем Герои его басен Слоны Моська Мартышка Стрекоза И Муравей Крылов Крылов Конечно А у Яго Байках Деничают Дипломованный Баран И гонористы Парсюк Кондрат Крапива Потрясающе Алиса Я вас верю Гоголь Николай Гоголь Николай Васильевич Гоголь Описал множество Удивительнейших событий Даже попытку черта Украсть Луну Или месяц Принимается 40-60 Впереди Питомцы Паскаля Тест игра Вперед В прошлой игре У нас играла Команда Патриоты Вот ей бы Эту тест игру Тест игра У нас сейчас будет На тему Беларусь Кто хорошо знает Нашу родную страну Даша Хорошо родную страну Знает Ира Ирочка хорошо У Даниила У нас на пятерку На десятку Этот тест Постарается сдать Егор Главное чтобы На десятку Не на пятерку Ира против Егора Вперед Итак Наше скоростное Централизованное тестирование Из пяти вопросов Каждый с тремя вариантами Ответа Начнем Первая строка Гимна Беларуси Называет белорусов А. Вольными Б. Мирными Ц. Добрыми Фальстарт Фальстарт Егор Ира у вас есть шанс Мирными Мы белорусы Мирные люди Мирные люди Так И вот так С лёта С лёта Взяла Ирочка Десять очков Играем Лёгкими Европы Называют белорусские А. Леса Б. Болото И. С. Витринные Электростанции Ира Леса Леса Это всеобщее заблуждение Егор Болото Болото В самом деле Именно болото Обеспечивают Обмен Правильный Атмосферный Как сказали бы Чёные Газообмен Молодец Гать очков на подборе И для белорусского языка И для южно-русских горов Характерно А. Аканье Б. Оканье С. Цоканье Ира А. Вариант А А. Аканье То есть И белорусские горы Голова Коза Так Так и говорят Да Вспоминаем Плесовую С которой начиналась Наша Эрудит пятерка Первый вопрос был про Танец Бульбу Так вот музыкальный размер Этой плесовой Внимание А. Одна четверть Б. Две четверти И. С. Три четверти Одна четверть Вот музыканты Сейчас за Рамкой экрана Рыдают и бьются в сурых Ну нет такого размера Одна четверть А. Егор Три четверти Три четверти А. Три четверти Егор Если бы я сейчас Пригласил Иру И покружился с ней По студии Раз-два-три 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 Это вальс А. Музыкальная Блесовая бульба Раз-два 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 Две четверти Ее размер Теперь вы это знаете Ну все знают Что первым белорусским космонавтом был Петр Климук А вот третий белорусский космонавт Это А. Сергей Хмельницкий Б. Олег Новицкий И. Ц. Игорь Бобицкий Ну А, Б, Ц Даже не зная Можно рискнуть Егор риснул А. Хмельницкий Сергей Хмельницкий Нет такого белорусского космонавта Вам остались двое Ира Б. Б. Олег Новицкий Уроженец белорусского города Червеня Наш третий белорусский космонавт Пять очков на подборе Ну что ж Восьмиклассница Ира Обыграла пятиклассника Правильно? Обыграла пятиклассника Егора И не покраснела Ничья 65-65 Следующий бой Вперед Итак, азбука с буквы «Л». Слайд-игра. Даша, кто? Азбукой справится Игорь. Ну, Игорь справится не только с азбукой. Вы смотрите на этого блинного богатыря. Данил? Лучше всех с картинками у нас дружит Ольга. Итак, Игорь против Ольги. Вперед! Ольга, а вы знаете, что ваша историческая тюзка, княгиня Ольга, была замужем за историческим тюзкой вот этого молодого человека, за князем Игорем, и даже мстила за него. Так что... Ой, да, не хочет. Хорошо? Ну, как хотите. Итак, начнем. А пока у нас выигрывают питомцы Паскаля, 46-я гимназия. Начнем мы с Ольги. С буквы «Л». Поехали. Нет. Нет версии. Игорь. Лом. Это лом. Металлический лом. 10 очков на подворье. Оля, могли бы 15 заработать. Так Игорь выводит свою команду вперед. Дети Вишневского, радуйтесь. Играем с вами. Три, две, одна. Мел. 15 очков. Уже далеко ушел вперед. Ольга, я верю в вас. Играем с вами. НЛО. Неопознанный летающий объект. Плюс 15. Игорь. Не смотрел этот замечательный фильм. Жаль. Ну. Ольга. Ну, в общем-то, эта девочка Оля и ее отражение в зеркале ело. Замечательный фильм «Королевство кривых зеркал». Вот как Оле повезло с тезкой. Оля, 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 Оля. Оля взяла 10 очков на подборе. Играем с ней дальше. Тут надо не на баскетболисте светочиться, а на том, что он делает, собственно. Тишина. Три, две, одна. Нет, Оля. Может, Игорь. А вот что, как называется, когда кому-то отдаешь мяч? Как? Передача. Или? Пас. Пас. Вот все, передача или пас. Сами все знаете, сами все рассказали. Если бы не нервишки, все было бы хорошо. Играем с Игорем. Не узнаете? Игрок, пожалуйста. Нет? Нет? Ну, лучше что-нибудь скажите. Красивый город. Понятно. Ольга? Ну? Река России. Ой, река России. Это вечный город, он же Рим. Ольга, играем с вами. Это сон. Да, вот так спят усталые игрушки, книжки спят и так далее. Даже сказка спает ложиться. Игорь, с вами играем. Игорь, пора. Никогда не были? Вы не милитарист у нас, Ольга. Тир. Это тир. Там стреляют. Игорь, посмотри, все хорошо. Все хорошо. Удачи. Оленька. Ольга. 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 Усы. Ну, правильно, вот эти вещи у котиков называются вибриссы. Теперь вы это знаете. Ну, да, ворусы, кошачьи усы. У тебя моя лапотька, у тебя моя хорошая. Хорошо. Играем с вами. Фри. Картошка фри. Картошка фри. Да, конечно же. Отлично отыграли. Ну, Оле повезло с ее тезкой. Игорю повезло с картошкой фри. А вот с вредным тем, что детям в столовых не дают. Итак, 105 детей Вишневского, 130 питомцы Паскаля. Риск игра, вперед. Разрыв всего в 25 очков, в 5 пятерок. А один правильный ответ на рейсской игре у нас стоит целых 20. Можно двумя ударами выйти вперед и победить. Нужен самый сильный, самый серьезный, самый выдержанный и самый эрудированный игрок. Даша, кто это у вас? Пойду я. Скромность всегда вас украшала. Данил? Я постараюсь еще больше укрепить положение нашей команды. Молодец. Даша против Данила. Капитанский бой, вперед. Темы нашей финальной, нашей эйдинской игры повторяют темы игры дуэльной. Начнем с истории. Отчество государя, сия Руси Ивана Третьего, было... Тишина. Вы не поверите, и у Ивана Третьего, и у Ивана Четвертого Грозного было одинаковое отчество. Васильевичи они были. Вот так вот. Теперь вы это знаете. Не очень серьезная математическая задачка от поэтессы Юнны Морец. Будьте внимательны. Над рекой летели птицы. Голубь, щука, две синицы, два стрижа и пять угрей. Сколько птиц? Ответь скорее. Фальстарт у вас, увы, увы, увы. Даша, будете жать? Пять. Пять. Считаем. Так, голубь, щука, две синицы, уже четыре. Два стрижа, шесть и пять угрей, одиннадцать. Но дело в том, что угри, щуки, это не совсем птицы. А что они там летали, я не знаю. На самом деле птицы именно пять. Сто двадцать пять, сто тридцать. Дети Вишневского приблизились к питомцам Паскаля. География. Он давит на каждый квадратный сантиметр земной поверхности, и даже на вас, с силой одна целая в тридцать три тысячных килограмма. Даша. Возможно, это воздух? Давление воздушного столба именно таково, да. И вы выходите вперед. Даниил. Биология. Растения изучает ботаника, а животных изучает эта наука. Даниил. Зоология. Прекрасный ответ. И решающий вопрос. Дает правильный ответ Даша Цуканова у команды, которая сейчас сто сорок пять, и ее победа. Дает правильный ответ Даниил Кривицкий, у которой сейчас сто пятьдесят, набранные им и его друзьями, победа его. Литература. А вот победу над кем одержал Илья Муромец, торопясь поспеть к обеденке, да в столь не Киевград. Над кем? Над Соловьем-разбойником. И это победа. АПЛОДИСМЕНТЫ Красивая, яркая, равная игра. Чуть-чуть просто хода кнопки Дарьи нашей не хватило, но это у нее всегдашняя беда. Ну, а я единственное, что могу сказать замечательной команде Дети Вишневского, 56-я гимназия. Даша, Ира, вторая Даша, Алиса, Игорь. Ну, на мой взгляд, вы держались просто великолепно. Даш, ну вот в жизни нужно еще научиться еще одному умению, умению держать удар. Когда она бьет, лучше улыбнуться ей в лицо и сказать «А мы все равно победим! Вы еще будете у нас играть!» Получайте новые знания все время. Смотрим пятерку. Получаем десятки, играем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ